Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Распался испанский танцевальный дуэт Оливия Смарт и Адрия Диас. Партнер принял решение завершить спортивную карьеру. Диасу 31 год, в паре со Смарт они заняли восьмое место на Олимпийских играх в Пекине, стали седьмыми на чемпионате мира 2022 года и четвертыми на чемпионате Европы этого же года. Являются трехкратными чемпионами Испании, призерами этапа Гран-при и международных турниров. Оливия Смарт планирует продолжить карьеру с другим партнером. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Израильский фигурист Алексей Быченко завершил спортивную карьеру, сообщает сайт Международного союза конькобежцев. Быченко 34 года, он является серебряным призером чемпионата Европы 2016 года, двукратным бронзовым призером этапов Гран-при, трехкратным чемпионом Израиля. Участвовал в Олимпийских играх в Сочи, в Хеншхане и Пекине. На чемпионате мира 2018 года занял четвертое место. Сейчас живет в США и планирует остаться в фигурном катании в качестве тренера. Хореограф Николай Морозов поставил программы для нового сезона фигуристу Петру Гуменику. Жду соревнований, чтобы показать новые программы. Спасибо Николаю Александровичу, — написал Гуменик. Бронзовый призер чемпионата мира 2022 года Алиса Лью в интервью объяснила решение завершить спортивную карьеру в 16 лет. Благодаря фигурному катанию я встретила много классных людей, я получила не только множество жизненных уроков, но и возможностей, которых у меня не было бы, если бы я не занималась спортом. Так что я рада, что фигурное катание было в моей жизни. Тренировки были очень тяжелыми с психологической точки зрения. Особенно последние несколько лет, потому что большую часть времени я была одна, у меня не было поддержки семьи, друзей, мне это не нравилось. Помимо этого, окружающая среда фигурного катания бывает токсичной, особенно в соцсетях, это также повлияло на мое решение, признается спортсменка. У нее спросили, как она сейчас относится к сложному техническому контенту, исполняемому в юном возрасте, ведь Алиса прыгала четверные прыжки и тройной аксель. Конечно, было намного проще, когда я была младше. Тогда я не слишком задумывалась, но когда выросла, стало гораздо сложнее, в первую очередь, психологически. Я решила не форсировать, у меня была травма бедра, из-за которой я решила больше не делать четверные. Я не хотела травмироваться без шансов на восстановление, не хотела операций. Сейчас с бедром все в порядке, так что я рада, что решила вовремя остановиться, сказала Алиса Лью. В понедельник Комитет Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту провел круглый стол по вопросам импортозамещения в российском спорте с участием министра спорта Олега Матыцына, представителей отечественного бизнес-сообщества и руководителей российских спортивных федераций. Матыцын отметил, что работу по импортозамещению нужно провести в кратчайшие сроки. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о производстве инвентаря для фигуристов в России и импортозамещении в фигурном катании. Сейчас у нас нет своего производства коньков и ботинок, раньше было. Когда каталась я, когда катались мои ученики, были английские коньки, а ботинки были и отечественного производства. У нас были очень хорошие, чудесные ботинки, а сборные они шились персонально, по ноге. Я думаю, что такие ботинки у нас точно смогут делать лезвие, не уверена, мы очень давно катаемся на иностранных. Это не будет сделано завтра, это понятно, но надо делать цех и начинать производить, сказала Тарасова. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о ситуации с инвентарем. Пока все нормально, но что будет дальше, представить не могу. Чтобы научиться делать такие коньки и ботинки, нужны очень высокие технологии. Но может если пригласят западных специалистов, которые обучат, это возможно. Этим не занимались очень давно. Если ботинок и лезвий нас лишат, то это большая беда. Единственный выход, который я вижу, общаться, приглашать, чтобы объясняли технологию от и до. Это жизненно необходимо сделать в течение года. Пока на складах остались коньки и ботинки, но чтобы не допустить беды, нужно срочно этим заняться. Помню, когда сам еще катался, были клинские ботинки и лезвия неплохие, но сейчас технологии сильно шагнули вперед, нужно срочно искать импортозамещение, сказал Жулин.